Всем привет! Меня зовут Юрий Галицкий, вы смотрите проект Travel Guitar. Сегодня с нами на связи гитарист группы Amatory Дима Музыченко. Музыкой я начал заниматься лет с 12, первую группу я уже в 13 лет собрал еще в городе Мурманске. Уграли мы примитивный такой акадоксальный black metal, потихоньку так все развивались в сторону более техничных жанров. Потом все поменялось, когда мы услышали группу Sweet Note, первый альбом, и мы начали играть в мазафар. Я собрал группу под названием Nailik. С этой группой мы из Мурманска переехали в Питер, выпустили альбом на лейбле Capcan Records, поездили по России. Потом, собственно, я ушел из Nailik, ну подустал что-нибудь, и ушел в такой творческий отпуск. В этом как раз творческом отпуске мы с Данилом Словом стали делать как раз электронную всякую движуху, писать электронную музыку, диджеить. Накопилось достаточно материала интересного. Решили, почему бы этот материал не сделать как бы под именем Аматы. Так все опять заплатилось, но вот мы здесь. За жизнь я поменял, я уже не помню, там, наверное, три десятки гитар различных. Первая гитара у меня была самодельная. Это была копия гитары Bessirich Verlock черного цвета. Я ее красил в подъезде прямо баллончиком из-под краски. Но она полностью была самодельная. Там гриф был от элиты. Естественно, гитару нихера не строило. И говоря о том, что там какая-то мензура можно было, там ничего нельзя было строить. Мы ее тут же продали каким-то не менее злобным школьникам, металлистам. Потом у меня была Ария Легенда. А потом уже пошли гитары посерьезнее. 14 лет родители подарили в день рождения Джексон ЖДР-94. Это Мэдин Техас. Наверное, была одна из самых, что мне кажется, крутых гитар в Мурманске. Все реально черный. Красивый, страшный Джексон. Настоящий. Потом куча ибонезов, престиж серии, семиструнки. Потом переключился полностью на гитары марки ESP-LTD. За счет того, что у них, в принципе, очень прикольный внешний вид. Они используют винтажные формы, но в своем видении, в таком более хай-тековом, они достаточно симпатичные. До сих пор даже я на гастролях использую гитару LTD Viper 400. Такая мне рабочая лошадка. В какой-то момент я полностью разочаровался в гитарах ESP-LTD, потому что все, что, на мой взгляд, сейчас делают под этой маркой, это откровенная халтура. Как минимум, я за последний год видел два новых баса и три новых гитары, у которых конкретно были уже кривые грифы, они херово строили. Это уже по мне полный трэш. Сейчас я использую Fender Telecaster Custom 94, не помню точную модель, она очень редкая. Ее брал я уже в комиссионном магазине. Можно увидеть, что она достаточно покоцанная, вся разбитая. На ней очень много играли, у нее очень сильно сточен воды. Такое ощущение, что на ней играли просто адский каждый день, не нещадно. Гитара была выбрана мной из-за того, что, во-первых, это классический телик в черном цвете. В таком исполнении очень сложно найти гитару с темной накладкой, с черным грифом, как бы, да, и с черным корпусом. Просто, ну, у нее очень сторонник что-то красить, перекрасывать. Собственно, мне это сразу и придвинулось. Естественно, здесь было классическое Тебекастеровское седьмо, которое было сразу вытащено и выкинуто. Поменяна, собственно, фурнитура. Здесь стоит Готаховский бридж. Готаховские вот тоже крутилки поменяли, потому что там все было серебристое. Мне хотелось, чтобы она была полностью черная. То есть покрашенная накладка на сингл. Ну, сингл там столько его осталось, я им даже не пользуюсь, потому что на нем даже кантри, как-то, мне кажется, хреново звучит. Собственно, заменен звукосниматель, то есть прорезана дырка под комбайкер. Сделала такая декоративная тоже накладочка, потому что, ну, не подходила почему-то у нас ничего к нему. Поставлен звукосниматель Seymour Duncan S6, это Super Distortion. Здесь я выбрал S6 Super Distortion, ввиду того, что мне он показался из, по видеопримерам, из YouTube одним из самых злых среди пассивных датчиков. То есть я полностью сейчас перешел на пассивные звукосниматели, потому что, ну, просто наигрался на активных. Все эти EMG уже перепробовал. Хотелось бы еще попробовать Blackout, как бы, да, вот тоже Seymour, русский. Но по примерам мне он не понравился. Потому что мы сейчас немножко, у нас музыка облегчилась, да, как бы, и для такой музыки, которую мы играем, как на последнем альбоме Amatory, все-таки больше подходит пассивный типосниматель. Я ввиду более, я бы сказал, наверное, прозрачного и более чистого звука. То есть вот этот скомпенсированный такой, как бы, злой, жужжащий звук нам уже не подходит. Нам нужен более... Более прослушивый. Более рыхлый, да, более кристальный звук. И, соответственно, тут уже надо выбирать. Вот альбом мы писали, и я потом расскажут на его NISP с датчиком Lundrum. Он меня практически тоже устраивает, но вот этот мне нравится больше. Звук здесь очень интересный, в счет того, что корпус здесь пипа, как бы, он не так звучит, как гитара из красного дерева, вообще не так. У него просачивается, слышно вот это дерево в звуке. То есть люди, кто разбираются, кто был на концертах Amatory, они могут услышать, как звучит эта гитара, как бы, если прислушаться. Он очень интересный звук. При том, что он очень злой и рыхлый, он при этом достаточно читабельный. И у него просачивается немножко вот это вот, что-то около фуза такого, да, вот он. Это надо просто слышать, это мне сложно подобрать слова, как бы, чтобы описать именно призвук вот этого дерева. Многие такие эстеты, как бы, олдскульные считают, что на телекастер там ставить хамбайкер – это извращение. Абсолютно нет, джимрут играет и не парится. Красавец. Красавление, да, не нуждается. Это гипсом в SPL Studio. Чтобы было понять, насколько он крут, это просто достаточно его один раз включить. Гитара выдает абсолютно чистейший, прозрачный звук. Датчик здесь просто зло. Он очень глубоко утоплен. У меня даже звуковая карта постоянно ругалась на перегруз. Мне пришлось, как бы, вот, просто, чтобы он спокойно себя вел, вот так глубоко утопить. Многие говорят, вот, как бы, ну, студию там раз через раз, какие-то там вообще, там, ну, хреновые инструменты, абсолютно это все. Эта палка очень круто звучит. И сравниваем ее с топовыми сериями гипсом. То есть, абсолютно она ничем не проигрывает. Плюс она достаточно интересно сделана и круто выглядит. Единственное, может быть, я все-таки сменю этот вишневый цвет, когда он вообще надоест, я, может быть, ее сделаю тоже черной. Здесь стоят очень древнюю модель колков. То есть, еще когда струны надо отпусывать и вставлять сверху в колок. Офигенно держит строй. Как же, блядь, после всяких этих ESP и прочих, просто взял у человека ESP за 200 тысяч. По нижнему строе, что-то там крутил колок, он не просто разлетелся. То же самое здесь. Принцип работы, как у современных, да, у всех гитар. Они выглядят как бабушкин сервант, но при этом офигенно держат строй. Причем, у этой гитары настроена классический C. Это у нас совсем низкий строй выдерживает. Здесь мензура 25,5 и сейчас она настроена вдруг соль. То есть, это очень низко. Держит идеальный строй, как на слух. То есть, она не врет по абертонам. Как многие гитары, у меня сколько баритонов было, они в этом, даже семиструнки, они врут по абертонам. То есть, ты настраиваешь ее по тюнеру, просто у тебя везде идеально. Но при этом она у тебя врет аккордом. То есть, это проблема построения гитары самой. Ну, люди даже этого не замечают. И у меня такой слух, что я это все слышу. Вот этот FEM, которому 20 лет, он есть у Ячины со сточенными ладами. В строях ниже, чем C. То есть, это ля классический. Дроп-соль, дроп-фа-диез еще ниже спускали. Вот эта палка идеально держит этот строй и не пиздит на абертонах. По гипсону я его низко не опускал. Он специально был взят для игры старого материала группы, то есть, тяжелого. Как раз вот этот зверский датчик пришелся как-никак. Кстати, наваливает он обо го. Классический C, он выдерживает отлично, никаких проблем нет. Я использую струны только Дадарио. До того, как я на них перешел, я использовал много что. И Эликсир, и Эрнибол. Эликсир сразу нет. А Эрнибол более-менее, но у Дадарио есть те комплекты, которые мне нравятся именно по соотношению величин. Сейчас на обоих гитарах толстые струны стоят 74-ые. Здесь 74-ая дробь соль и классическая ля, то есть, она используется в двух строях. Здесь 74-ая используется в строе классический C. На этой гитаре надо играть очень четко, осторожно, она не простит вам какую-то хуйню. Не спрячетесь за кочей гейна, да? Да, в шреде не поможет, будет слышно все, поэтому я с ней всегда предельно осторожен. Я использую ламповый рекорд Энгельский 3Амп 130-ый. Честно скажу, у него немножко суховатый звук, но эту сухость мы как раз-таки можем побороть с помощью дополнительных всяких нюансов. Сегодня у меня put-switch, да, как бы переключает чистый канал и перегруз на Энгли. У меня супрессор боссовский, проверенный девайс, который хорошо справляется с обязанностью подавить лишние свистульки, шумы и прочую гадость. Охуеннейший скример от компании Shiftline. Скример сделан по классической схеме. 808-го. Здесь есть режим классического тюб-скримера, есть режим тюб-скримера в представлении Shiftline. Вот я его юзаю, потому что он, ребята, он охуенный. Ну и обычный как бы тюнер, боссовский классическое все решение, которое уже много лет используется различными музыкантами, и не подводит. Радиосистема, аудиотехника. Хочу поменять, попробовать что-то другое. Я еще обычно использую реверберации, дилейки. Сегодня они не нужны. У нас такая музыка, где в принципе это не сильно и нужно. Процессор или лампа? Комфортнее кататься с процессором. По саунду, наверное, все-таки лампа, лампа и транзистор. Ты как основной автор песен. Расскажи, вот как сочиняется музыка у тебя? Начинаю все с гитарных рифов, то есть там какие-то гитарные наработки, а потом все это уже сижу в музыкальном редакторе и делаю аранжировку барабанов, бас, клавишные инструменты, различные сэмплы и прочее. Музыка вся, которую я пишу, она проходит через такой жесткий контроль. Остальных участников могут сказать, что весь трэп говно как бы удалить. И еще нужно, значит, следующий пишем. И разминку ты делаешь? Важна ли она вообще? Она вообще важна, да, но я ее не делаю. Нет, ну у меня такой как бы распиздяйский подход. Бывает, конечно, иногда на фестивалях, когда холодно совсем, руки замерзают, опять же, все это на первой-второй песне, оно уже отогревается. Музыкальное образование есть? Нет, не надо. Ты считаешь, что оно как? Нет, нет, абсолютно нет. Очень много людей, кто имеет навыки профессиональной игры на инструментах, они не умеют придумывать музыку. Так уж сложилось, что они хорошие исполнители, но как композиторы у них ноль декаби. Либо то, что они придумывают, это просто, ну, откуда уже взято. Вдохновение, откуда вот черпаешь? О, это секрет. От различного допинга, не буду говорить, какого, как бы, до, даже, раньше там, спортом изрядно занимался, можно и там. Можно в общении с людьми, можно от путешествий играть, и чего-то. Люди, которые делают рок-нозык и заявляют, что они, ну, вот все-таки чистые, пушистые, это не рок-музык. Какой-нибудь совет, как прийти вот к своей цели? Как в любом деле, надо быть честным перед собой, не грите себе в первую очередь. И если вы уверены, что то, чем вы занимаетесь, это ваше призвание, значит, занимайтесь этим до конца. И не обижайтесь на критику. Как говорил известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев, да, там свой первый блин нужно не показывать всем, не хвастать там направо-налево, а сворачивать трубочку и засовывать себе в жопу. То есть это вот совет всем молодым, как бы, музыкантам, и не только музыкантам. И не слушайте друзей никогда. Друзья вам всегда будут лебезить, как бы, и лизать в жопу. Слушать критику посторонних людей и абсолютно адекватно к ней относиться. С нами был Дима Музыченко, гитарист группы Аматери. Всем рок! Субтитры создавал DimaTorzok